Всем привет! Сегодня приготовим очень быструю запеканку из тыквы на сковороде. Минимальное количество продуктов и быстрое приготовление делают это блюдо очень желанным. Это прекрасный и полезный завтрак или легкий перекус. Сначала подготовим тыкву. Очищаем ее от семечек. Тыкву разрезаем на меньшие части. Срезаем кожуру. Очищенную тыкву нарезаем небольшими тонкими пластинками. Всего понадобится 500 грамм уже очищенной тыквы. На сковороду наливаем немного растительного масла и кладем кусочек сливочного масла. Сюда же выкладываем подготовленную тыкву. Диаметр моей сковороды 21 см. Обжариваем ее на небольшом огне примерно 2 минуты. Это сделает тыкву еще более ароматной. В сковороду к тыкве наливаем 100 мл молока. Накрываем крышкой. Тушим тыкву на небольшом огне до мягкости примерно 5-8 минут. Пока готовится тыква, делаем заливку. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и щепотку ванильного сахара. Сюда же добавляем 2 столовых ложки сметаны. Все перемешиваем до однородности. Тыква уже стала мягкой, наливаем на нее подготовленную заливку. Все накрываем крышкой и готовим на минимальном огне примерно 5-7 минут. Когда заливка полностью загустеет, запеканка готова. Запеканка с тыквой на сковороде получилась очень яркой и красивой. Готовится несложно и достаточно быстро. Она отлично подходит для завтрака. Также у меня на канале есть и другие рецепты с тыквой. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторыми приготовим яркие блины из тыквы. Их приготовление очень простое и несложное. Такие блины прекрасно подойдут в качестве десерта или на завтрак. Тыкву чистим от семянной кожуры. Понадобится 300 грамм уже очищенной тыквы. Подготовленную тыкву трем на мелкой терке. Готовим тесто. И в миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 2 столовых ложки сахара. И добавляем щепотку соли. Все немного взбиваем венчиком до однородности. Сюда же наливаем 180 миллилитров молока комнатной температуры. Опять перемешиваем. Насыпаем примерно 90 грамм муки. И пол чайной ложки разрыхлителя. Все перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. В тесто кладем уже подготовленную тыкву. Все перемешиваем. В конце наливаем примерно 1-2 столовых ложки растительного масла. И опять перемешиваем. Тесто готово. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Наливаем тесто и равномерно его распределяем в круг. Я наливаю 2 небольших половника теста. Жарим блины до готовности сначала с одной стороны. А потом переворачиваем на другую сторону и жарим еще 1 минуту. Готовые блины снимаем с огня. Мне удобно жарить блины не на всю сковороду, а немного меньшего диаметра. Так их проще переворачивать. Диаметр моей сковороды 21 см. Из этого количества теста у меня вышло 7 блинов. Блины из тыквы получились очень вкусными. Красивый вид и неповторимый аромат им придает оранжевая тыква. Такие блины можно подавать со сметаной, вареньем или медом. Готовятся они несложно и получаются всегда. Третьими приготовим очень вкусные драники, но не совсем обычные, а с тыквой. Получаются они очень мягкими, аппетитными и красивыми. Сначала подготовим все ингредиенты. Полкилограмма очищенного картофеля трем на терке для пюре. Тертый картофель перекладываем в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Полкилограмма тыквы тоже трем на терке для пюре. Если ее нет, то все можно натереть на вот такой мелкой терке. Тертую тыкву тоже выкладываем в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Пока стекает жидкость, трем на терке одну луковицу. Чтобы лук не был таким злым, его нужно охладить в холодильнике или подержать в холодной воде. Прошло несколько минут, жидкость картофеля и тыквы уже немного стекла. К тертому луку добавляем подготовленные картофель и тыкву. Сюда же разбиваем одно яйцо, солим по вкусу и перчим. Хорошо перемешиваем. Добавляем 2 столовых ложки муки и опять перемешиваем. В процессе жарки, если видите, что жидкое тесто, то нужно добавить еще немного муки. На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем драники. Один драник – это приблизительно 1 столовая ложка теста. Масло должно быть столько, чтобы оно покрывало дно сковороды. Обжариваем драники на среднем огне с двух сторон до красивого золотистого цвета. Готовые драники снимаем со сковороды на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Еще больше разных вкусных блюд из тыквы смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Тыквенно-картофельные драники получились очень вкусными, необычными и сытными. Подается блюдо теплым и со сметаной. Такое блюдо выходит экономным и готовится просто. Если вы готовите на большую семью, то ингредиенты нужно увеличить вдвое. Если вам понравились такие варианты приготовления тыквы, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры сделал DimaTorzok